Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас на телеканале «Союз» на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы сегодня продолжаем разбор страсти сребролюбия. У нас сегодня третья часть и 54-я встреча в рамках того цикла, которым мы с вами давно готовились и наконец-то начали. И поэтому, кто у нас сегодня присоединился, я прошу не пугаться. Это звучит уже солидно, 54 передачи. Но если мы хотим полностью понять основы хотя бы борьбы со страстями, то надо начинать с АЗОВ, то есть с первых передач. Поэтому я вас прошу обратиться к архиву нашей передачи. Тем более это несложно сделать. Можно зайти на сайт телеканала «Союз», найти в списке передач нашу передачу. И там можно отмотать, куда хочешь вообще, выбрать любую передачу. Поэтому я обращаю ваше внимание, надо начинать с огласительных бесед. И потом мы приступаем к каждой страсти. Так, как по той сетке страстей, которая есть у святых отцов в их творениях. Это было основано на опыте, наблюдении за людьми, борьбы собственной святых отцов. И поэтому сначала мы разбирали страсть чревоугодия. Это был цикл у нас. И разбор этой страсти, и разбор, как бороться, основные принципы. Потом мы разбирали блуд и сейчас приступили к сребролюбию. Итак, смотрите, дорогие мои, цикл называется «Идол сребролюбия». Напомню, почему «Идол». Потому что если человек заразился этим духом, то он ему будет служить, к сожалению. Поэтому надо крайне быть внимательными вообще к себе, дорогие мои. Крайне быть внимательными к проявлениям этой страсти. И вот с прошлой передачи мы начинаем разбор смертных проявлений вот этой страсти сребролюбия. Напомню, что смертный грех – это тот грех, который, если человек не покается, то точно его губит уже и в будущем, в вечной жизни. Итак, давайте приступим. Следующее проявление смертных грехов – это получение дохода на бедах людей. Я не расписываю полностью, устно расскажу, что это такое на бедах людей. Когда человек грешит, когда появляется, допустим, некий товарищ, который говорит, давайте обратитесь ко мне, я вас вылечу, я решу вашу проблему. Это могут быть как лжецелители, какие-то сейчас современные курсы, повышение твоих каких-то навыков, что ты заплатил, прошел этот курс, тебя там заточили, ты стал такой весь успешный. В кавычках нет, конечно. И получается, что ты деньги отдал, тебе пообещали, что ты что-то сделаешь, выпьешь какую-то пилюльку или купишь какой-то аберект или еще что-нибудь такое, и у тебя непременно все исцелится, справится и так далее. И очень нередко получается, что человек, стремясь легко решить свои вопросы или просто будучи обманутым, он тратит очень большие средства. И бывает так, что и обманывают очень серьезно такие вот люди. Не обязательно это конкретные беды. Сюда же можно было бы написать, что и на бедах, и на простоте людей, на несчастьях людей. Вот сколько таких историй, когда в квартиру стучатся или звонят какие-то молодые люди, хорошо одетые, вежливые, говорят, вот у нас акция, не хотите ли вы приобрести пылесос или еще какую-то вещь, у нас сегодня почти что бесплатно. Вот человек платит, получается, да, а на самом деле он переплатил и потерял больше. Вот обман получается, да, такой. И сколько таких историй, когда человек платит огромные суммы, там просто вот я сталкивался с этим, когда, допустим, пообещали человеку, что какое-то там новомодное лечение, нужно заплатить там реально большие суммы, люди собирали всей семьей, последнее продавали, и, конечно, это был обман. Вот как раз вот это и является вот этим смертным грехом, когда на бедах людей кто-то наживается. Поэтому, смотрите, дорогие мои, если у вас в прошлом были такие истории, когда вы так или иначе поучаствовали, допустим, в этой истории, не как жертвы, конечно, жертвы тут не виноваты, они наивные, они в беде, да, и, конечно, их пожалеть стоит, да, а вот те люди, которые в этом участвуют и наживаются на бедах людей, это, конечно, очень-очень плохо, да, и им придется тяжело отвечать перед Богом за свои эти приключения. Следующее проявление, когда человек подвергает риску свое здоровье, свою жизнь ради получения денег. Я не имею в виду, там, когда человек выбрал себе профессию военного, допустим, или полицейского, там, или он занимается какой-то важной, нужной работой, но она связана с риском, да, ну, есть такие профессии, а это когда человек именно вот понимает, что это рискованно, да, но он получит какой-то вот большой доход. Вот есть у него одна профессия, да, он берет и ищет какую-то такую, ему говорят, вот, ну, это рискованно, ничего страшного, лишь бы деньги получить. Вот тут надо тоже быть очень внимательными. Жизнь нам дается один раз, да, и рисковать ей ради того, чтобы один раз заработать, там, чуть больше денег не стоит, да, и поэтому, конечно, если человек ради этого рискует жизнью, ну, не стоит того. Мы должны правильно к деньгам относиться, это же средство для того, чтобы мы жили, да, но не цель жизни, надо же не жить ради денег, получается, а работать, чтобы у тебя были деньги, чтобы жить, то есть цель-то совсем другая, а то, получается, надо так посмотреть, вся наша жизнь, это мы работаем, 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 и ищет что в итоге, да, получается. И страдаем, мучаемся, болеем только от того, что мы вот непременно хотим заработать, заработать, заработать. Одно дело, допустим, заработать на существовании семьи, да, это понятно, это важные вещи, очень уважаемые, я думаю, тут никто не скажет, что это плохо, это нормально, достойно для каждого христианина зарабатывать, трудиться. Мы здесь, оказавшись в этом мире, несовершенно, мы обязаны трудиться, да, как Господь сказал даму еще, после того, как он согрешил, в поте лица будешь есть хлеб твой, да, поэтому трудиться надо. Но когда человек, допустим, ставит перед собой нереальную цель, допустим, вот ему не дать, не взять, нужно там, ну, какую-то вещь, ну, давайте, например, возьмем какую-нибудь дорогую машину, да, есть можно по деньгам своим взять машину, там, да, вот ему нужно вот какого-то класса, который вот, чтобы потом всем показывать, какой ты успешный, какой ты молодец, какой ты красавец, а денег не хватает, вот и человек начинает ради этого работать, 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 ну и что-то. Смысл-то какой? Ради этой железяки, что ли? Смысл? Чтобы покрасоваться, чтобы она после того, как ты выехал из салона, стала на много процентов дешевле, да, и ты ее в той же цене продать потом не можешь. Смысл-то, да, ради чего? То есть вот тут надо понимать, ради чего рисковать, ради чего жить-то? Только ради денег, что ли? А близкие, а мир вообще, а жизнь-то интереснее гораздо, чем просто вот работать ради работы. А нас, современный мир, вот так и затачивает, да, чтобы мы работали только ради работы, ради потребления. Повышается нам уровень вот наших потребностей, да, вольно или невольно в рекламе, там, с другими средствами, чтобы мы хотели то, что нам историю лет-то и не нужно, может быть, понимаете? Вот в борьбе с среболюбием мы должны понимать, что речь идет ведь не о том, что жить в подворотне и одеваться там, как я часто шучу, там, в джутовый мешок, да, в котором вырезали дырки для рук или для головы. Не в этом же речь идет. Когда человек живет умеренно, живет посредством, он становится свободным. А когда он попал вот в эту зависимость, да, зависимость от денег, зависимость от вещей, он становится несчастным, он становится несвободным. Тут речь идет об этом, что он становится несвободным. Он становится пленником вот этого самого идола в сребролюбии. Он ради него начинает жить, пускай даже он и думает, что это не так, что он может быть такой важный христианин, а на самом деле он зависит от денег, их отсутствие сразу же влияет на его настроение. То есть тут очень важно понимать, что мы не должны быть зависимыми от этого идола. Мы в первой нашей части разбирали, откуда вообще берется сребролюбие. Напомню, что его корни растут в том, что человек надеется на себя, надеется на деньги, на имущество, он не надеется на Бога по-настоящему. Он может считать себя верующим, он может ходить в храм, он может ходить на таинство, но вот так коснись его к сердцу ему, приблизься, спроси его, а ты на самом деле доверяешь? Нет. Он на словах скажет, да-да-да, доверяю, а по делам видно, что нет. Потому что вот заначечку надо иметь обязательно, к вещичкам привязался, к денежкам привязался. Так вот это есть как раз уже поклонение этому самому идолу. Вот тут, братья и сестры, мы должны быть внимательны. Наверняка еще смертный грехов дополна вот по страсти сребролюбия, но на этом закончим. В общих чертах мы с вами рассматриваем, да, подробности не будем рассматривать. Итак, приступим к изучению тяжких грехов. Напомню, что проявления грехов в каждой страсти не бывают смертные, когда они крайне-крайне тяжелые, которые отрывают человека от Бога. Тяжкие грехи, они не смертные, это не значит, что их можно делать. Тяжкие, это означает, что если ты не покаешься, тоже мало тебе не покажется. Вот, и условно-простительные, то есть те, которые свободно, легко проявляются в человеке. Но тоже требуют покаяния, тоже требуют исправления. Итак, давайте сегодня мы рассмотрим довольно большой блок грехов, да, наших человеческих, которые связаны с воровством. Вот, под этим словом у нас скрывается огромное количество разных грехов. Давайте их будем разбирать, да. Ну, что такое воровство, я думаю, все вы знаете с детства, да, что брать чужое нехорошо. Но нехорошо не потому, что только что тебя кто-то там в тюрьму упечет, а нехорошо потому, что это грех. Нехорошо потому, что когда мы берем что-то чужое, да, берем без спроса, берем чужое, и в попытках обогатиться, а порой бывает даже так это глупо выглядит, когда человек, допустим, вот что-то плохо лежит, непременно надо домой притащить. Вот это же бывало в квартирах таких людей, у которых, ну, дома это просто помойка, мягко скажем даже, все завалено каким-то шматьем, для чего это нужно, да, для чего это вообще необходимо, он все откуда-то тащит. Это уже на грани какой-то психической болезни, да, уже клептомании, да, когда вот человек заражается или воровством, или вот как Плюшкин художественный персонаж, да, тащит к себе всякую всякую всячину, которую он там где-то находит. Это уже такие пленники вот этого идола, срепролюбия. Но, тем не менее, давайте разбираться. Если ты взял что-то чужое, как это вообще воровство, как оно работает? Вот смотрите, давайте с духовной точки зрения рассмотрим. Вот, допустим, существует некий человек, ну, допустим, назовем его товарищ Иванов, да, и есть товарищ Сидоров, братья и сестры, условно, да, не обижаемся. И вот товарищ Сидоров утащил у товарища Иванова что-то, какую-то вещь. Это, конечно, момент преступления присутствует, да, то есть кража, уголовщина, это все понятно. Но кроме этого, здесь еще существует духовная тяжесть. Во-первых, прямое преступление, это понятно. А во-вторых, вот как святые отцы пишут, и в примерах интересно бывает, в святоотеческих, что когда у тебя кто-то ворует, да, то здесь выигрывает не тот, кто своровал, там, обогатился, да, а больше выигрывает тот, кто у кого украли. Почему? Потому что когда у тебя кто-то украдет, то этот человек невольно берет часть грехов на себя, ну, условно говоря так. Почему так получается? Потому что ты один, Иванов, страдает, а Сидоров как бы обогатился, да. Так вот, Сидоров у Иванова условно берет тяжесть, страдания за его какие-то грехи. Ну, не то, что он там грехи утащил, конечно, не грехи он утащил, а страдания, он берет на себя вот эту вот тяжесть, понимаете, да. И чем сильнее воровство и больше воровство, тем больше вот этот эффект, да, что он на себя берет тяжесть, ответственность и страдания за грехи того, кого он обидел, кого он привел в такое состояние, что его ограбил там, да, пострадавшего. И любой человек, кто в этой цепочке участвует, то он также таким же равным образом и, соответственно, берет на себя вот этот вот груз, да, страдания этого человека, которого обидели. Поэтому, смотрите, воровство, оно просто должно быть исключено из нашей жизни. И не надо думать, что воровство, это когда бандиты взяли, у нас сейчас популярные фильмы какие, садишься в фильм смотреть, там собрались какие-то бравые ребятки и ограбили банк. И вот мы сидим, переживаем, какие плохие полицейские чуть не поймали этих хороших ребятишек. Вот нам уже вкладывается, да, в наш ум, что воровство – это чуть ли не доблесть, да. Чем-то красивее там ограбил банк, тем интереснее приключения. В жизни, конечно, все не так, но вот так формируется сознание людей сейчас. Так вот, смотрим, дорогие мои, воровство – это тишечащий грех, и мы с вами должны просто исключить это из жизни и смотреть правильную оценку своим поступкам давать. Вот смотрите, воровство – это не как сюда входит, как реальное преступление, да, уголовное. Но сюда же входит, допустим, вот проезд, да, написал проезд, потому что места не хватает. Бесплатный проезд, я сейчас буду просто устно комментировать. Вот ты бесплатно проехал, специально, да. Бывают такие истории, ты вот зашел, кондуктора нет, это не как в советское время, да, когда 5 копеек там опускаешь, там сам себе билетик оторвал, сейчас такого, сами понимаете, нет. Или не дошел до тебя кондуктор, ты не смог передать там денежку, и тебе уже выходить. Бывают такие истории, это не про это совсем, да. А когда человек думает, что он вот эти 28 рублей, у нас проезд 28 в Екатеринбурге, он вот схитрил что-то, недоплатил и обогатился. Ну, как это же смешно, ты 28 рублей, и ты вот совесть продал за 28 рублей. А тебя же возят, да, это же не просто так, какая-то бесплатная каруселька, ты же, люди работают, люди тратят ресурсы, средства там, чтобы тебя возить. То есть это же не просто там какое-то обогащение ради обогащения, да, и ты как Робин Гуд наказал там богачей. Тут речь идет ведь о том, что ты не сделал свой долг, надо за все платить. Да ведь мы живем в реальном мире, не надо думать, что мы живем в мире, где одни сплошные ромашки, бабочки и ангелочки летают. Надо за все платить. Если ты не заплатишь деньгами, ты заплатишь, но заплатишь страданиями. Хочешь, страдай, экспериментируй. Но тогда крест тоже с ними есть, живи как хочешь тогда, понимаете, вот так надо понимать. А то получается мы вроде бы как бы и верующие считаемся, да, и в то же время делаем грехи вот такого рода. Я понимаю, есть грехи такие, которые, ну вот, с ними труднее бороться, да. Вот ты привык объедаться, да, вот труднее себя заставить и привести себя в норму в борьбе с чревоугодием. А вот за это, за это, элементарно же, ты просто бедись, делай, собственно, что тут. На 28 рублей богаче стал. Понятно, да, вот тоже проявление воровства. Пусть мелкое, но тоже воровство. Результаты будут точно такие же. Будешь страдать. Будешь страдать ты, будешь страдать твои близкие. И никакого счастья тебе от этого вот эксперимента не будет. Еще одно проявление такое, которое напрямую как бы не уголовное преступление. Это вот, допустим, бездельничание на работе. Вот у тебя есть трудовые обязанности, да, ты должен трудиться. Как мы, христиане, должны трудиться, братья и сестры? Мы работать должны по совести. Почему? Потому что работаешь ли ты президентом Российской Федерации? Работаешь ли ты уборщицей? Ну, я не считаю, что это низкая профессия. Ну, просто вот с президентом, если сравнить, да. Мы должны каждое свое дело делать ответственно, потому что твоя работа, это не просто ты там, пятая точка, там посидел, да, отсидел часы и ушел. И денежку получил. А работать надо по совести. Потому что это служение Отечества, это служение ближнему. И не надо думать, что твоя работа, кем бы ты там ни работал, но если это в рамках уголовного кодекса, твоя работа, конечно, ты не торгуешь наркотиками или не перевозишь оружие там незаконно, что, конечно, не нужно христианам заниматься такими вещами. Твоя любая работа, кем бы ты ни работал, если ты по-честному, по-совести работаешь, да, то ты служишь ближним, это и есть духовная жизнь. Духовная жизнь – это не по воскресеньям храм ходить только, да, это как раз вот твоя духовная жизнь и есть. Когда ты по-честному, по-совести, творчески, да, относишься к своей работе, работаешь и, соответственно, вкладываешься и честно получаешь. И тут получается, смотрите, вот давайте сравним с воростом. Воростом вроде ты легко доход получил, да, ну, тащил, продал, там, перепродал, туда-сюда, вот, все, у тебя доходик есть. Это как легко приходит, так легко и уходит, и ты еще остаешься со страданиями. А честно заработанная копейка, она и приносит больше на самом-то деле. Это и удовлетворение моральное, да, если про моральное говорить, когда ты, у тебя совесть чистая, ты опять же свободен, ты по-честному, что нужно сделал, ты свободен. Внутренне имеется в виду, да, потому что вот это и есть настоящая свобода. Свобода – это невседозволенность, что хочу, сегодня работаю, завтра не работаю, сегодня, значит, вместо работы там в интернет просидел, проигрался или в картишки там какие-то перекинулся с компьютером, делая вид, что ты там занят очень великими делами. По-честному, да, выполнил свою работу. Вот это дает и моральное удовлетворение, и дает внутреннюю свободу. И те деньги, которые ты получил, они пойдут на пользу, они не приносят вот этого шлейфа адского вот серного пламени, который ты, своровав, принес домой, понимаете. Поэтому безделие на работе – это тоже форма воровства и тоже форма сребролюбия. Поэтому обратим на это внимание, да, мы все где-то с вами работаем, давайте делать свою работу честно. Вот если это так будет, то и страна наша, я уверен, будет другая, потому что это же сразу влияет, да. Представляете, вот сколько там нас, ну я шучу сейчас, вот 80% населения считают себя православными христианами, и они раз, завтра начнут подчестно выполнять свою работу. Не будут воровать, не будут там делать какие-то беззакония, будем честно работать. Но смотрите, как экономика поднимется. Да, почему шучу, потому что у нас меньше на самом деле, да, не 80%. Пошли дальше разбираться. Ложный больничный лист. Понятна суть вопроса, да, человек хотел схитрить. Такие хитростей, ну я не сильно большой знаток, честно вам признаюсь, но они есть, там, допустим, поехать в командировку, там, выписать себе бумажку, что ты там жил в более дорогом номере, там, сдать ее, на самом деле ты жил подешевле или у знакомых, выкружил там денежку какую-то. Вот это вот хитрованство вот такое, да, с документами, оно тоже является формой воровства, нечестного отношения. Вот представь, что ты руководитель, и ты вот за свой счет отправил кого-то, своего подчиненного в командировку, а он так вот хитрит, да, или там больничный себе выписал, там, медсестре взяточку дал, или по балату выписал, там, по знакомству, по знакомству, значит, и все. И ты такой пришел, тебя оплатили, а ты в это время пошел там и халтурой позанимался. Вот это, вот это все, конечно, братья и сестры, тоже проявление страсти и серебролюбия. Тут на идола ты поработал очень хорошо. И весь твой вот этот доход, мало того, что ты украл, мало того, что вот домой притащил адские угли, да, которые прожгут твою совесть и здоровье твоих близких, еще и ты вот обманув всех, еще и там какой-то налево там поработал. У меня, знаете, был пример интересный, вот очень такой показательный, когда вот сложным, ну, это больше к подделке документов относится. Ну, давайте вот с этим поговорим, оно больше сюда подходит. Человек решил получить бонусы, да, бонусы какого рода. Он взял, дал взятку соответствующим товарищам и получил себе инвалидность, вот представляете, да, ну, чтобы не работать, вернее, работать где-то налево, ну, чтобы тебя не спрашивали, вот, получить инвалидность. По-моему, что-то по сердечно-сосудистой системе. И реально, вот раз он там все, денежку носовал, что-то оформил, я сейчас не помню, зачем это ему было нужно, ну, явно, что не для чего-то хорошего, хорошее на этом не делается, но, судя по вопросу, он решил сделать себе инвалидность. И вот, представляете, он сделал себе группу неработающую какую-то, в это время что-то хитрил, там, доходы делал, и, представляете, через какое-то время он заболевает, и реально заболевает вот той болезнью, на которой у него оформлена эта самая инвалидность, представляете? И она у него по-настоящему стала, и он потерял весь доход, и потом стал жить именно на эту маленькую пенсию, которая положена по инвалидности, думая получить какие-то сверхдоходы. Как это, как не безумием человека и справедливостью суда Божьего, да, назвать можно? Это вот есть тот самый суд. Это происходит не сразу, да, еще раз напомню, почему бывает так, что человек не наказывается моментально. Вот у нас гром не грянул, да, ангел не появился с мечом, не дал нам по затылку, и мы думаем, ха, можно сейчас дальше хитрить, там, безделенчать, воровать, там, и так далее. Вот мы какие безумные люди-то несчастные. Нам дается время на исправление, чтобы ты, помните, как Закхей Мытарь, он же тоже занимался чем? Вот на бедах людей обогащался, да, собирал для римлян доходы еще и себе. И когда Господь к нему пришел, и он поверил, он что сказал? Господи, половину отдам нищим, а все, кого обидел, возвращу в четыре раза. Вот он, евангельский закон. И вот нам дается время осознать, что ты вот утащил, украл кого-то, да, в четыре раза должен вернуть, чтобы закрыть свой грех. Так, не просто так. Вот я утащил у Иванова тысячу, да ты тысяч четыре должен вернуть, понимаете? Вот как должно быть по Евангелию-то. Вот так, дорогие мои, выходит. Поэтому тут надо быть крайне серьезными и крайне внимательными. Поэтому никаких больничных ложных листов, никаких подделок вот этих медицинских документов, что ты там какую-то болезнь получил, иначе так возвращается быстро, понимаете? И вот время-то оттягивается как раз для того, чтобы мы успели в четыре раза больше сделать, чтобы закрыть этот свой грех, вернуть тому, кому что ты обидел, понимаете? А не потому, что на нас Бог, значит, о нас забыл, забросил нас, и не обращать нас внимания. Вовсе нет, дорогие мои. Это не так. Это просто дается время для покаяния. Если ты его пропустил, все, извини, будешь отвечать по полностью строгости. Не только мирского порой закона, но духовный закон-то жестче. Тут тебя в тюрьму посадили, ты отсидел там, получил ты за крупное воровство то, что ты там, значит, отсидел, пострадал в тюрьме, а там-то ты будешь всю вечность бесконечно, то есть, в аду гореть только за то, что ты вот сегодня обогатился. Так это вообще жуть, братья и сестры. Ну, договорились мы, да? На этом, как бы, сегодня мы закончим, потому что время у нас заканчивается. Бог даст, в следующий раз мы с вами продолжим эту тему. Но поскольку время еще у нас есть, да, я очень прошу вас, братья и сестры, по-серьезному относиться к той информации, которую мы получаем. Почему? Потому что действительно ведь мы много делаем по привычке, и много делаем не анализируя, вот как мы живем. Вот все это делают, и мы так делаем, все бездельничают, и я бездельничаю, все пошли там курить по 300 миллионов раз, и я тоже пойду. Да? Работаем по-честному, работаем по-честному. И Бог, видя, что мы работаем по-честному, даст нам и доход, понимаете? Даст нам то, что, допустим, вот два человека одинаково работают, допустим, один плохо, ну, на одной работе, один плохо, а другой хорошо. И очень часто бывает, что кто вот так вот ленится, да, вот его чаще там, ну, просто по примерам людей, да, чаще ломается что-то, да, чаще он теряет что-то. Это тоже ведь не случайно. Там, его затопили, человек говорит, ну, вот меня регулярно топят соседи. Вот надо задуматься, а почему тебя так исправляют-то? Может, ты что-то не доделываешь, может быть, вот в четыре раза больше и потратишь на этот ремонт, чем тот, кто работает по-честному. Ну, я думаю, что вы все поняли и вы работаете нормально, но просто мы должны проговаривать, да, эти проявления, которые есть. Вдруг кто-то услышит, кто этого не знал. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, за терпение. Спасибо, вот искренне говорю тем нашим зрителям, которые присылают письма, присылают отзывы, оставляют отзывы на YouTube, да, где расположена наша, залита наша передача. Я их смотрю внимательно и постараюсь отвечать на ваши письма, на ваши вопросы. Вот еще раз вас искренне благодарю. Если кто хочет присоединиться, также задать вопрос, вот, пожалуйста, на экране появляется периодический адрес электронной почты. Пишите. И до новых встреч. Желаю вам Божьей помощи. Желаю быть внимательными, чтобы нам, вот этому идолу, не служить, да, а служить Господу нашему Иисусу Христу. Спасибо вас, Христос, братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok